1 2 3 4 5 сегодня у нас погода очень хорошие сегодня у нас я не знаю что будет по звуку сегодня у нас ветер у метр и попытка чем поснимать в прошлый раз когда я здесь был здесь громко играла музыка и поснимать но какой можем поснимать когда громко играет музыка а сейчас у нас чудо дивное забор убрали ну про это видео у меня есть стрим то что тут я бывал но сегодня вот выбрался сегодня ветер надеюсь что мохнатка на микрофоне от ветра хоть как-то защитит меня ну и чё вот здесь я нахожусь это у нас крестовский остров метро зенит газпром арена санкт-петербург арена там метро новокрестовская тысячи одно название набережная ну пришел я на набережную в декабре месяце сюда и и вот здесь меня встретил забор вот эти сооружения каток и все в этом духе а сейчас я пришел тут еще какие-то строят сооружение непонятно что все прокрыто перекрыто и вот тут маленький пятачок выход на набережу в ту сторону но в ту сторону идти мне не интересно мне интересно вы пройти до яхтенного моста к петерленду и все в этом духе вообще не знаю как сейчас тут будет проходить и когда это видео выйдет я вообще не знаю что тут будет вот это вот неопределенность меня немножко пугает ничего могу сказать а что сегодня вид красивый вид красивый хороший потом мы поставим чуть-чуть побольше зумов попытаемся глянуть на кронштадт и с одной стороны хотелось бы тут конечно запузырить какой-нибудь таймлапсик таймлапсик и даже непонятно в какую сторону если его пузырить видно что на вальске у нас там идут эти намывные работы где-то еще что-то идет но мне кажется на широкий угол все это снимать сейчас смысла нету нужно переключиться какой-нибудь зумчик до переключиться на зумчик и надеюсь что мохнатка все-таки спасет звук от ветра ветра очень сильный ну меня не сдувает но бывает достаточно так ну что ж наверное поменьше ставим какой-нибудь зумчик и продолжим нашу шоу ну что ж поставил побольше зумов ну как побольше не зумчик так себе не дозумчик 18400 остался дома на полочке отдыхать решил взять взрослый объектив но цифровой зум у нас никто не запрещал и поэтому стриг зумом ну точнее вон там кронштадт точнее 2x блин ветер такой что глаза замутняются ну вот он кронштадт далекие видно я бы хотел бы держать камеру ровнее но из-за ветра я не могу ее держать ровнее у меня ветер сносит камеру ну это 10x цифрового плюс он там какая-то вышка но она еще несколько лет назад там стояла да ё-моё я не могу держать камеру а вон видно этот морской собор фронштадте на нашу двух миллиметровую трубу у меня стильного ветер выдувает камеру еще и обдает прибоем ну вот на 3x еще ничего не так чувствуется этот ветер стандартной съемки потому что ну по-другому никак ветер выдувает меня так что у нас еще можно интересного увидеть он там какая-то телевышка радио вышка радио лахта центр мы все знаем что это такое зачем он нужен лахта центр вот меня облака пугают главное чтоб дождь сюда не пришел а то как-то неохота мокнуть да и мокнуть не так страшно за технику опасаешься сам промок чихнул пошел дальше тут какой-то катерная подушки или там выставка какая-то чего-то идет наверное техники военной какой-то да это вроде военная техника какая-то выставка там идет дальше один флагшток парк там реконструкция перестройка недостройка что-то не вижу стоило питер лэнд один ветер меня камеру из рук выдувает таших воде нормального спуска я не вижу а где стела в парке петер лэнд вижу где там фонтанчик и стела в парке и там тоже кайта реконструкция идет хорошо походу ехать сторону парка трехсотлетия особо смысла нету а скоро же там еще фестиваль в контакте будет ух наверное из-за этого еще возможно что-то перекрыто но сложно сказать а вон она увидите он фонтанчики значит где-то там прячется стела участки подготовка фестиваля в контакте и сейчас там тоже наверно прохода не будет так ну что ж с этого ракурса мы пойдем в ту сторону где у нас васильевский остров но тут все понятно порт постройка нам его он корабли идут тут ничего интересного удивительного нет ну и дома на нам и дома на нам или дома на нам или дома на на набережные люди и домой продолжаются по сути ничего интересного тут нет но она туча которая сейчас идет она меня пугает да 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 там для тебя видно что идет дождь надо немножко кадра сделать и наверное искать где-нибудь защиту от ветра и дождя и дождя и ветра так ну что ж погода как-то непонятно меняется на долой висит большая туча амазона вроде несколько капель каплюла но с другой стороны особо дождя вроде нету хотя на ваське вроде бы дождь должен быть а здесь непонятно да а он кораблик плывет что она будет снять честно я не знаю с одной стороны охота здесь поставить камеру таймлапси какой-нибудь записать но с другой стороны когда ветер у тебя эту самую камеру выбивает из рук охота не писать таймлапси охота ну волнуешься если вы помните например этот не помню а вроде наша раша или где это было чет я очкую вот так и вот я тоже волнуюсь не за себя волнуюсь за технику хотя производители говорят что мол вот техника не боится воды но сами знаете что-то и 68 они не ставят на этой самой технике так наверно все таки надо будет поменять зумчик на ширик и возможности попробовать запилить хоть какой-нибудь таймлапс с видом на лахта центр или может просто на залив но к сожалению на кронштадт запилить не получится да где кронштадт сейчас дождь видно что видимость упала практически до минус нуля хотя морской собор еще видно но вид конечно красивый вот только туча меня пугает пока выбирал камеру заметил и не камеру хотел метеор объектив заметил метеор летит ну метеор надо заснять это вера нас петергоф пошел метеор и там будет петергоф дворцовая набережная петергоф метеорчик ну может когда-нибудь получится выброс прокатиться хотя не знаю есть там открытая палуба или нету просто через стекло снимать немножко скучно все зависит от того какое стекло и насколько брики не брики но все в этом духе я выслуждаю поставимся ширик так ну что ж взял я сейчас все-таки рукоятку решил немножко все-таки пройти пройти по набережной вроде бы дождь отступил в руках у меня пультик про него надо будет записать потом отдельное видео но это потом как мы сделаем все-таки бит конечно да потрясающе крутой но минус ветер ветер который меня пугает меня чуть не сносит вот на 70 200 я привык конечно что у него 100 пушка бомба но меня сдувает с объективом конечно вот сейчас тоже у камеры парусность увеличена ее тоже начинает сдувать но видосик вид вид тут конечно красивый но вопрос что он будет зимой как уверен как это в прошлую зиму тоже было все закрыто перекрыто и вот тут даже есть будочка охраны будка охраны и проходы запрещены все вот это вопросом в общем ответом что тут будет зимой я надо будет за ролик выложить верно верно возьму и выложу понедельник чайки летят красиво сейчас она и работники попробовать чем по таймлапсить надеюсь камеру не сдует ну как то так и надеюсь звук у меня работает вот в целом что могу сказать вот этот пультик прикольно правда у него есть проблема у него непонятно как он разряжается как у него заряд перезаряд и другая у него проблему вчера я его взял хотел пощелкать с ним а у него внезапно села батарейка я даже про это не знал солнце выглянуло пошли пересветы пошли не до света и все в этом дуги ну чтож сейчас это попробую конь там ламп запилить когда правильно угол выбрать и дальше поменяем ракурс и не даже не знаю куда так что как-то так наверно пойду отсюда камень подальше все-таки яхтиного мосту двинуть зачем нажимать на камере когда есть пультик так чтобы солнце задний вид был на фоне вот задний вид на фоне желаем пультик и все поснимал тут немножко походил поснимал ну и отсюда перевозил искать дальше ветер меня сдувает ветер по морю гуляет и кораблик он сдувает он не сдувает очень сильно плюс еще солнце вылезло из-за туч и часть неба выбивает какая бы крутая камера не было все равно дд не хватает и передаю привет николаю которого встретил здесь на набережной николай если вы смотрите это видео то вам привет вот что еще можно сказать ну чё сейчас сменим место и не знает у кроме тража выйдет в разделе на два видео можно одно на этом залив вот он залив красивая ну а мы пойдем к нам дальше конечно хорошо было бы выбраться в кронштадт кронштадт вот минус вот так вот стоишь солнце в глаза слепит ничего не видно хочешь вид на залив получить небо выбивается и опять ничего не видно супер техника круто все да ну что уж пойдем дальше не знаю куда прием ну а тут попытался записать таймлапс надеюсь будет красивая ну вот что получилось если честно я еще не знаю это вот узнаю завтра все сегодня вечером или завтра я даже не знаю но в целом ведь так красивая но облака и ветер меня сдувает вышел от прохода к набережной точнее к стать остаток нормального прохода пуша в прошлом году тут построили вот это в этом году тут тоже что-то строит но вы уже это видели а метро прячется за вот этой всей постройкой вот это у нас зсд и теперь один только вопрос как пройти к яхтиному мосту вот честно я не знаю он там увидите да такой колокол прячется вот раньше вот там как раз и было набережная и он был на набережной айт ценамовная территория но и тут вы видите эту арену так ну мы двигаемся вперед вот только как тут сейчас можно пройти чтобы нормально было я даже не знаю каждый год все меняется и каждый год тут все по-новому как я понимаю сейчас проход вроде к яхтиному мосту стал напрямую открытый я не помню говорил не говорил раз помню пришел сюда 2000 в девятнадцатом году пришлось вот эти 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 заблудился переблудился до моста еле как дошел а еще холодно была зима вот она арена вон там проходка метро откуда я вышел здесь вот тут все застроено перестроена ну и сейчас будет вот такая вот панорама тут я понимаю парковка для машинов из асд проходит а но мы двигаемся к яхтиному мосту ветер меня сдувает а вот и он яхтинный мост уже близко пойдем колокольни вот раньше как будет все ограждения вроде как официально до моста можно было дойти только если я правильно помню через гранадерский канал обходишься набережной гранадерский канал и только тогда можно было пройти к мосту было закрыто перекрыто заборами и все в этом духе но это вот такая тут колокольня вот раньше опять же вот раньше вот раньше вот с этим вот раньше до раньше вот раньше вот колокольня метров еще 15 с копейками и все и вода и все вода залив а сейчас тут можно сказать понастроили понастроили то понастроили моста не было заезды не было лахта центра не было а было только это вот колокольня блин что сразу стерилизация меня и немножко корешет вот уж другое дело сейчас все щелкнем и пойдем подошел колокольни здесь вот на этой территории я не знает более десяти лет не было на уши когда тут все перестали застроили и вообще вроде прохода не было и было все закрыто вот так вот было отсюда вот не знаю наверно где вот встреча вздет там уже было море все было вода залив все этом духе вот так было тогда а сейчас конечно понастроили петерлэнд вроде был да вроде тогда лучше уже был а вот этого всего не было метро тоже тут не было ничего не было метро кстати он той стороне ну чтож вот такая вот колокольня точно название сейчас будет на экране я могу ошибаться как бы сказать некоторые места знаю по названию а некоторые не знаю а следа те места где бываю очень редко вот здесь вот я ну более лет наверно 10 не был вот так ну чтож а там было уже море чашки ребенок яхтенный мост яхтенного моста торчей по щелкаем поснимаем и на ширик не на улик перемещаемся на мост уж вот сам подошли к мосту вот он сам мост на ту сторону да до него близко когда нет преград и оград и всего такого а когда они все есть даже не поймешь как дойти где пройти где что мост прикольный вид с него тоже прикольный можно рассматривать что не получится красивая сейчас снять ну что переносимся кладу дальше на мост куда даже не знаю ты дошел до места где нахожусь под мостами бсд если быть честно вот весь ветер чувствуется настолько сильно понятно что у меня и вот уже хочет выдать у меня и зрубка я моё помню как-то разке шел с этой 17 400 делал себя жку а тут такого ветра и не поймал и погода встречи распогодилась двигаемся дальше я сдувает я сдувает надо что взять это будет кадры сделать на широкий и на узкий угол ну что тут есть что снять на оба угла так немножко вперед пройду вас основан пешеходный и проезд разрешен только по пропуску или спецслужбам и по скорая пожарная полиция аварийная какая не лучше ну и все в этом духе так ну что сейчас она будет надеть какой нибудь пузик и над этим пузиком что-нибудь попытаться поснимать на таймап отсюда пилить смысла нет тем более все облака ушли распогодилась так тут нам вон студии с места где как бы можно дом где облакотиться более высокая точка надо идем там ученик с умеем тут меня вдувает меня вклево надо вот время что сделать ну блин хорошо что жалко что сейчас у него волосы короткие были длинные прикольно а кто-то рисковый а вы видите на кораблики попутешествовать что же мы родим смотровой гонки началось тебя что пол теперь есть надеюсь звук хоть какой-нибудь то будет но мохтатка поводить или схема удаления шума помоги одной из двух это разрешит работаем работой и конечно было бы прикольно вот сюда поставить камеру и отсюда что нибудь снять ну ведь отзывается говорит я не знаю что-то звуком сзади меня солнце вот эти все виды и нахожусь а как бы на таком смотровом кусочке того самого моста смотровой кусочек ветер конечно блин сдувает сейчас поставим музык на руки чем тоже надо попытаться снять но ведь а тут такой что вот так вот меня все сдувает какой бы перепутник не было сдувает меня и у камеры тоже парусность повысилась экранчик 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 может сдуть было бы прикольно скажем вы сейчас еще он не буду шутить а на той стороне там не особо все интересно дома 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 вот в ту сторону залив 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 прикольно вот ну чё ставим коем тюзик и с узиком можно что-нибудь попытаться снимать тюзик сейчас понял что жутко накосячил вы не поверите но какой косяк из-за того что я включал цифровой зум а потом цифрового зума переключился на простой запись видео я забыл отключить full hd и все поливал в full hd так вот видео конечно срендерено в 4к и там где будет 4к это будет видно что в 4к но самое печальное это таймлапс я записал в full hd вот 15 минут на лапа для ускорения всего потом я записал full hd но позвать-то накосекорил такой косяк сделал ну хоть фото кадры то на это не влияет но на видео влияет так что если внезапно картинка изменится а пока что будет плавать туда-сюда-сюда-сюда-туда то вот она причина а я еще думаю чушь его 8 тогда не нагрелась-то а все просто я снимаю меняем объектив даем наш большой зум и снимаю уже на большой зум пришел я на зумчик думаю что наверно витет будет сильный опять что посмотрим что-то сюда видно конечно видно больше ночью называем атмосфера прям по глазу бьет но кронштадт штат он там видим и валеный фокус кэнон где ты вот он кронштадт там видим сейчас опять цифрозумом даваю добавляем цифрозуму из этого цифрозума я очень много чего записал именно full hd ну вот видно морской собор кронштадта и все в этом духе вот кораблики все остальное потом на кораблик все еще можно увидеть какие-то строения строительства один кораблик еще какая-то кораблик где-то в той стороне должен быть петергоф кораблик еще один вон еще один какой-то кораблик а вот береговая линия а это уже на самую территорию на войне куда? 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 там вон конечно да в одну сторону видно что там происходит в районе метро не метро там вот взгляди спрятанно метро за всеми перестроениями что-то опять тут настраивают перестраивают походу будет каток 2 и весь проход набережной наверное вообще будет не знаю как открыт закрыт ну на мывные и на уаски мы уже про них говорил дома дальше строят намывные корабли переходим куда дальше вот еще небольшой кораблик ветер меня сносит капитально кронштадт я уже показывал ну а здесь флагштоки там мы вот их три штуки должны быть вот они три штуки 1 2 3 и лахта центр вот и там еще он парк 303 сейчас там наверное идет подготовка к фестивалю вконтакте а прохода к воде как вижу особо и нету вот ну а наш путь идет он туда дальше по мосту сменил узик на ширик ширик на узик расстроился малость то что большая часть видео местами что-то у меня записалось именно full hd называется минус современных камер делаешь делаешь а тем бац и все же ты хотел записать 4k вышла в полы и это да слов не хватает сам дурак так еще и накосячил ладно уж не у r8 вроде будет а лучше чем у 200 дешки чана 200 дешку поснимал скажу что там получит них плохо 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 но привыкну в 4k в вас а чё тут не то давайте мне это получи картинку это называется уже привычки вид конечно хороший но сдувает я стоял меня трижды в дуло вот и тут нормально камеру не готов поставить вот только если вот это вот пить ее вы поставить но получится заснять хочу получится заснять если так и тут ставить на таймлапс облаков нету ничего интересного нету и кусок этой фигни видео в сторону тоже никого экшена нету да что вот как то так целом то ничего красиво и идем дальше 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 подойдем к петерленду и на этом на сегодняшний такая вот прогулка по мосту это как бы узнать видео то как назвать наверно сильный ветер по мосту а вот метро зенит до петерленда через яхтенный мост по другому сильный ветер ветер очень сильный меня лично сдувает так сдувает вот сдувает на вид кэш хорош но ветер ветер так и ветер ты сдувающий ветер даже камера трясется от ветра ветер у меня камеру из руки выдувает но на данный день вроде микрофон еще работает после вчерашнего прикола относится ко всей технике с недоверием ну чтож вон уже петерленд походим сейчас еще вот так вот делаем несколько кадров и будем завершать и по поводу солнышка сейчас нас на открытой закрываемся и смотрите какая звезда по имени солнце а еще немножко линза на запыленное и блекозавры блекозаврике великозаврике на закрытой диафрагме видны да да хотя при иса 125 выдержка 1 сотая она открытой диафрагме так вообще выдержка одна шестидесяти четырехтысячная не одна шесть четырехтысячная ужасно вот такое вот яркое солнышко а говорят в питере солнышка нет как говорится я photoshop это программист ну чтож идем с моста вниз волну центру все и торговому центру потом метро и автобус и троллейбус не знаю буду если ничего еще записывать или не буду прогулка выдалась удалось хорошие и в плюсах когда проход хорошо из минусом набережная вот чё с ней будет дальше я не знаю где там чё будет зимой возможно еще один как топ ставят так вопрос а как-то от набережной пройти это просто ну и дальше луком это писала он где-то что видно как они развиваются волосы как мохнатка спасла ответ тоже не знаю но надеюсь она спасла ответ мохнатка на микрофоне и на этом наше сегодняшнее видео прогулка завершается всем спасибо за внимание лайк и лайк и подписки и подписки можно поддержать развитие канала все ссылки в описании к ролику ну и вам спасибо за внимание дальше там будет солен так лапс то что получилось не знаю насколько я быстро все это ускорил 15 минут учет до получилось вот и на этом так такое вот вышло видео еще раз всем спасибо за внимание и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok